здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты сегодня буду сеять примулы и аквилегии это одни из самых неприхотливых многолетних растений которые можно вырастить из семян единожды и потом любоваться на протяжении многих-многих лет дело в том что в северных регионах не все растения хорошо приживаются и хорошо зимуют мы конечно выращиваем и розы мы выращиваем и дельфиниумы и выращиваем и клематисы и много чего но в основном стараются высаживать либо луковичные которые нужно которые не нужно сильно укрывать и не требует большого ухода это лилии это гиацинты это нарциссы это тюльпаны но тюльпаны чтобы они не мельчали их нужно летом выкапывать высушивать осенью высаживать обратно лилии очень благодарный красивый цветок единственное что его нужно охранять от различных заболеваний но растет он тоже очень хорошо у нас прекрасно зимует прекрасно разрастаются кусты но лилия зацветает достаточно поздно это где-то конец июля начало августа а хочется чтобы цветение продолжалось достаточно долго первыми зацветают крокусы это под типа подснежников луковичные небольшие цветочки потом на зацветают тюльпаны но если в момент цветения тюльпанов погода стоит жаркая то отцветают они достаточно быстро кстати сейчас есть махровые тюльпаны очень красивые они позднецветущие то есть можно посадить две серии тюльпанов которые раннецветущие и позднецветущие но самая печальная ситуация бывает в начале весны когда только сходит снег и все выглядит достаточно блекло здесь приходит на помощь примула ее еще называют первоцвет я этот цветок очень люблю на протяжении семи лет уже выращиваю примулу из семян сортов у меня много и единственная трудность это вырастить ее из семян на начальном этапе даже не трудность заключается не в самом не в самом выращивании трудность заключается в том что семена плохо хранятся и семена должны храниться обязательно в холодильнике поэтому как начинается новый сезон я обязательно покупаю какие-то новинки и убираю их в холодильник можно посеять примулы рано это февраль но тогда ей нужно подсветку и нужно ей холодное содержание это совместить очень проблематично я посеяла уже несколько примул пораньше чтобы они успели зацвести вот в этом сезоне но весной вряд ли они зацветут к осени вполне возможно а вообще если примулу сеет сейчас она зацветет на следующий сезон или зацветет первые цветы даст осенью но зато при посеве вот сейчас в апреле никаких трудностей с ней не возникнет потому что световой день уже достаточно длинный для того чтобы прорастала или семена им необходим свет но досвечивать их специальными лампами нет необходимости достаточно посеять и поставить на окно на прохладное где-то с северной стороны или западной так чтобы не попадали прямые солнечные лучи и не было перегрева для того чтобы примула проросла ей нужна прохладная температура 16 18 градусов сейчас вот на лоджии самая подходящая температура тем более что днем там теплее ночью прохладнее и вот этот перепад температур он очень хорошо стимулирует прорастание семян то есть получается такая своего рода стратификация первая часть стратификации сухой они проходили в холодильнике потому что они всю зиму пролежали в холодильнике и сейчас уже будет влажная стратификация при температуре от плюс пяти ночью как бывает на балконе как можно ближе к окошку поставим и при открытой при открытом окне ночью бывает на балконе достаточно прохладно днем бывает порядка 20 градусов то есть самая оптимальная температура для прорастания семян и вот эта разница дневных и ночных температур идет им только на пользу подсветки уже сейчас делать не обязательно и то же самое касается аквилегии аквилегия тоже многолетний цветок очень красивый очень разнообразные сейчас есть расцветки и посеять его сейчас тоже очень своевременно будет приступить к посеву новой партии я хочу показать результат который у меня получился сеяла я вот такие несколько сортов розовидных примул у меня на участке растет такая вот розовая тоже выращивала семян и растет желтая сейчас вот появился еще красный такой цвет цвет пар пол пурпурный и белый но здесь микс и взошла у меня одна из всех но буду надеяться что это белая потому что вот такая у меня тоже взошла и вот такая чудная примула в виде розочек комнатная тоже из всех семян зашла одна но тем не менее растения будет потому что примулу трудно вырастить из семян но потом ее можно размножать делением куста и вот на сегодняшний день примулки мои выглядят вот так пикировку я делала буквально неделю назад после пикировки она уже оправилась чувствует себя превосходно стоит она без подсветки просто на балконе на северной стороне и ей все нравится главное чтобы у нее было всегда влажно это вот такой цвет так две штучки у меня получились это троечка это вот такой вот у меня цвет но какой получится пока не знаю так розовая пар пол это вот такая расцветочка и примлет пурпурно это вот такая вот она получилась одна у меня есть еще один пакет семян я конечно ее тоже посею вот здесь на этой написано что нужна стратификация и я ее стратифицировала в холодильнике 10 дней держала но все равно прорастание получилось не очень хорошее но тем не менее даже один росток из пяти семян это уже хорошо цена на семена не очень такая высокая но единственное что у них достаточно плохая схожесть вот такие сегодня я взяла расцветки я показывала обзор семян у меня есть это вот такая примула вообще они вот такую приму луты и я я сеяла уже в прошлом сезоне здесь всего четыре семечки и зашла одна но я ее высадила уже в открытый грунт вот решила еще раз попробовать вот такие примулы где-то вот таких по пять семян вот этих всего три такая необычная расцветка чем-то напоминает бархатце но это не бархатце это примула садовые примула вот из этой серии они отлично зимуют их не надо укрывать они не требуют какого-то особого ухода прекрасно растут в полутени в нашем климате они растут и на солнце неплохо и цветут очень очень рано и достаточно продолжительно солнечная сторона там цветение начинается и соответственно заканчивается раньше а на тенистой стороне цветение продолжается где-то с середины мая и почти до конца июня разные сорта расцветают тоже немножко в разные сроки есть ранее цветущие есть более поздние сорта и вот из своих приму можно сделать целую клумбу ее можно посадить вдоль дорожки и прекрасно она растет не поражается никакими букашками вот за семь лет выращивания ни разу не видела напрямую линейк паутинного клеща ни разу не видела погрызанных листьев или каких-то бурых там серых пятнистостей то есть холодная сырая погода ей приходится очень даже по душе если осень длинная и теплая примула может зацвести повторно но при условии что вы весной после летнего цветения убрали цветоносы не дали завязываться семенам кстати из своих семян сходит замечательно если сортов много она может переопылиться может получиться какая-то другая расцветка но цветок очень неприхотливый и очень благодарны и повозившись один раз семенами вы сделаете себе незабываемую клумбу которая будет радовать вас на протяжении многих лет так для посадки беру вот такие контейнеры это могут быть любые контейнеры с крышкой слой земли должен быть не меньше 3 сантиметров потому что примула прорастают долго и развиваются на начальном этапе очень медленно вот вот эти примула так это был посев 17 января той 7 января стратификация была до 17 один сорт я стратифицировала остальные сеяла сразу то есть им сегодня получается ровно три месяца если мы посеем сейчас вот в этих плошках они доживут до дачи почему сейчас во первых сейчас прохладно и им не нужно никаких особых условий а во вторых место занимают они немного вот пару плошек и вот эти вот все семена туда поместятся то есть мы их поставим а пикировку будем проводить уже на дачном участке в принципе вот такие вот растения можно даже уже и в открытый грунт высаживать если их слегка прикрыть но можно и рассадить стаканчики конечно много сортов и много стаканчиков дома сейчас держать негде потому что у нас рассады всегда бывает много с избытком сколько раз зарекалась однолетники не сеять но все равно на сеяла все равно чего-то интересного хочется потому что ну просто не позволяет место обязательно должны быть дренажные отверстия и поддон вот после посева можно закрыть и больше не открывать до практически самого последнего дня перед пикировкой поддон я уже один лоток я уже подготовила разделила сорта насыпала грунт грунт я использую вот такой почва брикеты от биомастера это почва грунт крепкая рассада здесь 60 процентов верхового торфа 35 переходного 5 процентов вермикулита стартовый запас нпк это азот фосфор калий бывает еще вот такой биомастер универсальный но в принципе тоже подойдет но вот этот для крепкой рассады он более мелкой такой фракции и здесь больше верхового торфа то есть он более бедный для прорастания семян это очень хорошо чтобы он был не слишком питательный грунт вот больше сюда добавлять ничего не нужно если вы используете другие грунты ну вот огородную землю конечно желательно бы пропарить если покупаете цветочный грунт можно взять легкий грунт типа как для фиалок но пролить его настоем золы чтобы раскислить вообще кислым почвам примула относятся вполне благоприятно у нас на дачном участке почвы достаточно тяжелая достаточно кислая потому что растет у нас одуванчики растет подорожник растет мокрица это свидетельствует о том что почва кислая и примули все это нравится и летом я свои примулы практически не поливаю весной ей хватает снеговой воды земля достаточно влажная летом когда она наращивает розетки хорошие она своими же собственными листьями прикрывает себе ножки и сохраняет влагу то есть в уходе она совершенно не капризно подкормки делаю только осенние когда подкармливаю малину и клубнику то же самое удобрение сыплю по примуле и цветет она пышно цветет красиво и в общем никаких трудностей не составляет так начнем воду для полива я добавила 2к капли hb101 это стимулятор роста и прорастание семян природный если нет hb101 можно использовать эпин можно использовать циркон у кого что есть под рукой если нет ни того ни другого в воду можно добавить сок алоэ у многих на окошках растет это замечательное растение выдавить из листочка несколько капель сока и разбавить водичкой этой водой поливать это тоже стимулирует прорастание семена у примулы очень очень мелкие поэтому работать нужно аккуратно так и начнем мы номер один здесь у нас пять штук чтобы семена не раскатились я их так слегка уплотняю то есть и землю я пролила этой водой и сверху опрыскивать буду этой же водой с добавлением hb101 делаю вот такую небольшую бороздочку чтобы семена просто не укатились впоследствии можно будет если семечко приподнимется можно будет вот этой почвой просто подокучить то есть не подсыпать а подокучить и вот этой плошки нам хватит на три месяца то есть она на начальном этапе развивается очень очень медленно но после пикировки все идет гораздо быстрее веселее и никакого труда не составляет полив в проветривании она особо не нуждается черной ножкой она не как-то не поражается вот во всяком случае ни разу я такого не видела поэтому посеяли опрыснули и закрыли и поставили на прохладное светлое окошко все больше ничего не нужно и смотрим ждем всходов семена ну просто микроскопические поэтому здесь конечно нужно быть аккуратным пользуюсь зубочисткой некоторые семена прямо почему-то ее не делают гранулированную может быть это экономически невыгодно но здесь придется повозиться если совсем плохо видно то можно вот эти бороздки просыпать сухим прокаленным песком вот это еще более-менее семена бывают такие что вообще как пыль эти можно даже и пальчиками взять и на ощупь практически разложить конечно увидеть мы их не увидим как они лежат а вот на ощупь они ощущаются неплохо это сорт 1 теперь посмотрим вот эти вот эти я сеяла в прошлом сезоне они мне пришли очень поздно и я их сеяла в конце мая и до сеяла прямо сразу на даче поставила такой же плошку в теплице под ноги к огурцам в тенечек и прекрасно все выросло и осенью вот такие маленькие как сейчас у меня примолки я их сразу высадила в зиму в открытый грунт единственное что я их сверху присыпала маленько травой так вот четыре семечки но не могут прямо опять положить прямо жалко этот сорт необычный у него двойной цветок вот такой один цветок светло-голубой другой синий и они цветок в цветке очень интересная такая расцветка желтые примолы у меня есть но у меня они с белой середины а эти желтые желтый такой с ярко-желтой серединкой когда расцветают и вот их много разных сортов и расцветок это смотрится просто даже передать невозможно как это красиво особенно когда вокруг все еще блеклое серое даже листья на деревьях не распустились на солнечной стороне примолы уже цветут у меня перед домиком на даче растет несколько сортов крокусов они прямо вот из-под снега вылезают и сразу с цветами и ряд примол они зацветают очень очень рано а вот те которые в тенечке вдоль дорожки они зацветают попозже то есть у меня получается примола цветут в два этапа хотя сорта одинаковые и размножаются они я свои кусты которым по два по три года я их поделила очень хорошо нарастает розетка она делится потом и дальнейшее вообще не составляет труда размножение вот самое главное чтобы семена были схожие на некоторых пакетах пишут что нуждаются в стратификации на некоторых не пишут но вот это вот розовый вот эту написано что нуждается в стратификации 10 дней я ее выдерживала в холодильнике все как положено но тем не менее только один у меня появился росточек сейчас попробуем тоже самое проделать без стратификации этот из той же самой партии тот же самый сорт их тут вообще три штуки жадины говядина посмотрите какая красивая расцветка нужно четыре штуки но в принципе если если даже вот из всех этих сортов зайдет но это я так помечтать если из всех сортов даже по одной семечке то уже достаточно много получится но вот не скажу что прям совсем дешевая цена 70 рублей простые конечно подешевле где-то около 50 рублей и их обычно по пять бывает в пачке а эти прям совсем совсем экономно и розовидные они сходят еще хуже чем вот такие вот простые но вот эти очень красиво смотрятся так это у нас восьмерка здесь тоже четыре штуки в прошлом сезоне я сеяла еще примулу мелкозубчатую розеточка у нее примерно такая же листочки похожие но цветонос у нее повыше чем вот у этих примул и такое в виде шарика с мелкими зубчиками но конечно в прошлом сезоне зацвести она у меня не успела но получилось их очень-очень много там семена были весовые там сколько-то 0 1 грамма что ли и они были прямо совсем как пыль поэтому поделить их каким-либо образом было просто нереально я их россыпью посеяла их зашла на замечательно так ну и все посев закончен там ничего обычный посев теперь хорошенько все увлажняем только чтобы не семена не смыть закрываем и ставим на прохладное окошко ну точно также будут посеяны вторая половина кому видео понравилось ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал нажимаете колокольчик чтобы не пропустить следующее видео если вы хотите поддержать мой канал можете сделать это перейдя по ссылке в описании под видео есть ссылка на мой донат вы можете оказать любую помощь на развитие канала с вами была елена и женские секреты всем удачи и до новых встреч